Новосибирск Кошка, которая гуляла сама по себе на сцене музыкального театра. Историю Киплинга перенесли в городские джунгли. Новосибирск Площадь сквера на Димакова 2,5 гектара. ДК «Академия», в чем тоже крайне заинтересованы жители Академгородка. Сейчас территория будущего сквера представляет собой неухоженный участок, беспорядочно заросший кустами и деревьями. Чтобы привлечь инвестора для благоустройства территории, ему передали за асфальтированный пустырь, прилегающий к территории будущей зоны отдыха. Там построят досуговый молодежный центр. В самом сквере вдоль улицы Российской высадят зеленую изградь. На территории появятся ухоженные насаждения, аллеи, спортивные детские площадки, много разных лавочек. Продажа смежного участка позволит провести благоустройство значительно раньше, чем планировали. В Новосибирской области планируют построить 10 приютов на 100 животных каждый. Сейчас отловленных собак и кошек порой просто негде размещать. В городе работает один муниципальный приют. Мы понимаем, что есть та категория собак, которая будет оставаться у нас на пожизненном содержании. И потребность у города непосредственно в создании новых приютов есть. И совместно с Управлением телевинарии мы делали расчет, какая потребность для города есть. Она у нас существует как минимум. Три приюта нужно в городе по 250 голов. Помимо муниципального приюта в городе действует несколько частных. Все они стерилизуют, вакцинируют и чипируют животных. Такую работу в частных приютах начали несколько лет назад. В муниципальном центре по проблемам домашних животных в прошлом году. После всех процедур не агрессивных собак выпускают. В прошлом году таких было около 700. В 2020-м в регионе отловили 1706 животных без владельцев. 92 кошки, остальные собаки. Сейчас в Ленинском районе планируют зарезервировать место для строительства нового приюта. Все абсолютно животные, которые попадают к нам, они у нас чипируются. Поэтому если владелец забирает животное, то при необходимости, по его желанию, мы можем внести информацию в эту электронную базу данных. Она общероссийская, она доступна. Чипирование действительно на сегодняшний день это единственный способ, который позволяет достаточно быстро и эффективно отслеживать. Новосибирские новости в Ютьюбе найти просто. Ежедневно по будням свежий выпуск. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все материалы новосибирских новостей в лучшем качестве. Full HD. Новосибирские новости в Ютьюбе. Удобно смотреть. Красную зону в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии ортопедии закрывают. Медики возвращаются к привычной работе. Сегодня с коллегами из других городов обсуждают новые стратегии лечения заболеваний. В Новосибирске проходит конференция. Почему пациентов у ортопедов становится больше, узнала Анна Братушкина. На операционном столе 33-летний мужчина. У него грыжа межпозвоночного диска на пояснице. Ситуация стандартная. Операция закончится через полтора часа. Пациент жаловался на боль в спине и ноге. Сначала медики лечили неинвазивными методами. Назначили лечебную физкультуру, физиотерапию, лекарства. Однако боли не проходили. После МРТ мужчине предложили хирургическое вмешательство. Методику давно отработали. Такие операции на потоке делают почти каждый день. Мы удаляем грыжу диска, которая вызывает давление нервного корешка, проходящего внутри позвоночного канала. Куда, собственно, эта грыжа устремилась и вызвала давление нервов, соответствующей клинической симптоматикой в виде боли в ноге. После недолгое восстановление и человек возвращается к обычной жизни. Сейчас пациентов с ортопедическими проблемами много. Во-первых, улучшилась диагностика. Заболевания быстро находят и отправляют лечить к специалистам. Во-вторых, люди дольше живут. А у стариков немало проблем с уставами. Новые подходы и стратегии медики из разных городов сегодня обсуждают на конференции «Цевьяновские чтения». Часто коллеги из Новосибирска приезжают в Нижний Новгород, а мы, нижегородцы, приезжаем сюда. Сильнейшая школа позвоночной хирургии, вертобрологии. И многие наши доктора получали первичные знания и дальнейшее развитие здесь, в стенах Новосибирского института травматологии и ортопедии. Это первая подобная конференция за время пандемии. Безусловно, пандемия вносит свои коррективы в нашу работу. Но, тем не менее, не только мы, но и присутствующие коллеги достаточно плодотворно отработали прошлый год и выполнили все доведенные объемы. По словам медиков, ситуация с коронавирусом в регионе становится лучше. Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии возвращается к привычной работе. Красную зону здесь закрывают. Новосибирский ветеран встретил 95-летний юбилей на лыжах. С бодрящей прогулки по парку Иван Швецов начинает каждый день. Он с супругой живет в Дежинском районе и лыжные прогулки пара часто устраивает в Березовой роще. Как поздравили ветерана с днем рождения и наступающим днем защитника Отечества, расскажет Александр Сульдин. Ивану Швецову на днях 95. Военкомат пришел в разгар Великой Отечественной и попал на войну с японцами. Родился перед днем Советской армии 22 февраля. Сегодня сюда приехал с супругой Евдокией. На лыжах не случайно. Каждый день на лыжах. Это придает нам бодрость, здоровье и продлевает жизнь, чтобы жить, быть на своих ногах и в своем уме. А еще активно занимаются дачей, делают гимнастику. Вот и весь рецепт долголетия, говорит Иван Григорьевич. Я все время работал, занимался немножко спортом, не курил. Ивана Григорьевича поздравляют с наступающим днем защитника Отечества и днем рождения. Военный комиссар и глава администрации Дзержинского района Александр Рудских. Сегодня встретились возле памятника воинам, умершим в госпиталях. Этот памятник в Березовой роще не указывает на место конкретного захоронения. Скорее, это напоминание о том, что Великая Отечественная отозвалась эхом в каждом доме нашей страны. Здесь 109 фамилий. Это те фронтовики, которые скончались в госпиталях Дзержинского района во время войны. В Советском Союзе здесь принимали в пионеры и сейчас в какой-то мере эти традиции сохраняются. Кадеты и школьники приходят сюда каждый военный праздник. Вот и сегодня юноши и девушки в форме продемонстрировали ветерану свою строевую выучку. Отдали дань уважения погибшим. Иван Григорьевич с Евдокией Матвеевной поехали домой чай пить. Завтра с утра снова на лыжню набираться бодрости. Александр Сульдин, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Фестиваль по ориентированию для незрячих и слабовидящих детей организовали в Новосибирске. Участники показали, насколько хорошо могут самостоятельно передвигаться по улице. Перед тем, как выйти на старт, все они прошли специальную подготовку. Подробнее Александр Потенихин. Этот макет показывает дистанцию, которую предстоит пройти незрячим детям. Первоклассникам нужно преодолеть короткий маршрут. От одного угла дома до другого. Для тех, кто повзрослее, подготовили дистанцию подлиннее. Трасса знакомая. Дети месяц занимались в этом месте. Я показывал на маршруте, как выглядит линейный ориентир, как отрываться от ориентира, переходить к другому ориентиру, как двигаться вдоль ориентира. Двух классификаций ориентира. Это тактильный ориентир, который под тростью идет, то, что он ощущает тактильно руками. И второй ориентир – это звуковой. Подобные фестивали проходят уже около 10 лет. Их организуют по нескольку раз, чтобы дети могли ориентироваться в разные времена года. На трассе за маленькими участниками присматривают волонтеры. Волонтеры тут играют очень важную роль, потому что они сопровождают ребят слабовидящих, либо слепых деток, которые проходят у нас дистанцию на этом мероприятии с небольшими такими испытаниями. Они их сопровождают, контролируют и помогают пройти этот путь, чтобы у них все прошло хорошо. Такой фестиваль полезен как для детей, так и для их родителей. Незрачные дети, с ними сложнее их, так сказать, обучить мир, понять пространство, которое вокруг них находится. Объяснить даже родители сами не знают, как это сделать. Поэтому это не столько для детей, сколько для родителей. Тоже очень важно научиться, как научить своего ребенка, познавать мир. Незрячим и слабовидящим детям важно ориентироваться на улицах города. Благодаря этому они могут заниматься спортом, учиться и в будущем найти работу. Александр Потенихин и Александр Анисимов. Новосибирские новости. Общественные обсуждения городостроительных проектов проходят регулярно. Как в них принять участие, подскажут Новосибирские новости. Проекты планов будущей застройки и материалы к ним для общественных обсуждений размещают в государственной информационной системе «Электронная демократия Новосибирской области». На обсуждения выносят градостроительные проекты, правила землепользования и застройки, проекты планировки, межевания и благоустройства территории. Обсуждения проектов проходят в онлайн-формате. Высказаться дают как физическим, так и юридическим лицам. Это могут быть те, кто постоянно живет или владеет недвижимым имуществом на территории, которой касается подготовленный проект. Оставить свои предложения и пожелания может только тот, кто авторизован в системе «Электронная демократия Новосибирской области». Чтобы стать участником обсуждений, нужно зайти на официальную страницу информационной системы и нажать кнопку «Войти». Авторизоваться могут только пользователи, зарегистрированные в Федеральной системе госуслуги. Если вы новый пользователь, можно пройти упрощенную процедуру регистрации. Ознакомиться с описанием проекта можно в его карточке. Для детального изучения сохраните файл градостроительной документации. Для этого нажмите кнопку «Скачать». В открывшейся форме нужно нажать кнопку «Подтверждаю». Так вы подтвердите свой статус участника общественных обсуждений. После скачивания файла «Электронная демократия Новосибирской области» учтет вас как участника общественных обсуждений. Чтобы высказать свое мнение, нужно нажать на кнопку «Написать комментарий» в карточке проекта. Если это ваш первый комментарий в системе, заполните несколько форм с полями для предоставления сведений о месте жительства и регистрации. Если место вашего проживания не совпадает с местом регистрации, то нужно поставить соответствующую отметку и приложить файлы. Либо договор аренды, либо договор безвозмездного пользования, или другой документ, подтверждающий место фактического проживания. В открывшейся форме заполните поле «Ваш комментарий». Напишите пожелание или требования в свободной форме. Сообщение не должно быть длиннее 2000 знаков. Затем нажмите кнопку «Опубликовать». После в ваш личный кабинет придет уведомление, что комментарий зарегистрирован и ему присвоен номер. Модератор проверит ваше высказывание. Результат проверки отобразится в личном кабинете в виде статуса. Комментарий опубликован или комментарий отклонен с указанием причины. Вы можете оставить неограниченное количество комментариев. Ваше предложение проанализируют эксперты по возможности и хоть что-то в проекте. Ваше участие в онлайн-обсуждениях – это возможность повлиять на будущий облик города и сделать его лучше. В музыкальном театре появилась кошка, которая гуляла сама по себе. А вместе с ней – дикий пес, лошадь и корова. Спектакль по мотивам произведений Киплинга поставила режиссер из Санкт-Петербурга. Он сделал сказку современной. Удался ли эксперимент, расскажет Анна Буянова. На сцене музыкального театра история, знакомая многим с детства. Первобытный человек приручает диких животных. Сначала собаку, потом лошадь и корову. И только кошка, гуляющая сама по себе, не поддается соблазну. А как тебе зовут? Я та, которая гуляет сама по себе. Какое длинное имя! Я буду звать тебя та, которая, ладно? А где ты живешь, та, которая? Мой дом. Весь дебилет! Слугу! Однако постановка Василия Заржецкого традиционная лишь на первый взгляд. Персонажи выглядят современно, кругом небоскребы. Город сегодня это что? Это каменные джунгли, по большому счету. Недаром так редко, ну так часто говорят, употребляют эту метафору. Каменные джунгли. Мы живем в этих каменных джунглях. Сражаемся, боремся за выживание. И у нас, к сожалению, не хватает ни минуты, ни секунды на то, чтобы остановиться, оглянуться, посмотреть на окружающих, услышать их проблемы, их боль. Вот какие-то внутренние переживания. Прежде всего, взаимоуважение мы хотели поговорить в семье. Музыка и песни тоже стилизованные, написанные в традициях бродвейских мюзиклов. Композитор Владимир Баскин. Хорошо потрудились над постановкой и сами артисты, их персонажи люди, но с повадками животных. Чтобы достойно сыграть свою роль, актеры изучали повадки зверей и вспоминали уроки профессионального мастерства. Музыка и песни тоже стилизованные, которые не могут наблюдать. Я заканчивал наш Новосибирский театральный институт. У нас все это было в процессе обучения, то есть наблюдение за животными. И как раз семейство кошачьих у меня было одно из наблюдений, поэтому как-то так все вот эти школьные годы, скажем так, студенческие вспомнились. И в принципе было не очень сложно. Премьеру постановки «Кошка, которая гуляла сама по себе» музыкальный театр планировала еще прошлой весной. Сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Артисты признаются, очень ждут выхода спектакля. Он у нас получился таким долгожданным. Мы долго ждали, долго ждали, волновались и наконец-то случилось чудо. Прилетел наш режиссер и мы сделали этот спектакль. Спектакль замечательный. Я думаю, что детям от 6 лет и постарше будет интересно. Премьера спектакля в воскресенье 21 февраля. Анна Буянова и Денис Савинский. Новосибирские новости. Актуальные новости каждые полчаса на радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о том, как взять питомца из приюта в Новосибирске. На этом все. До завтра.